Просеивают десятками сит, замачивают, вываривают. Образцы хранят как хорошие кулинары специи. Баночка к баночке. Без работы этой краевой лаборатории хорошего асфальта на дорогах не ждите. Закидываются остальные шари, масса, которая тоже региоментируется нормативными документами. Для каждой фракции своя масса идет. Далее это все заливают двумя с половиной литрами воды комнатной температуры. Чтобы приготовить такое блюдо, перед началом строительного сезона выезжают на карьеры добычи. Увозят в лабораторию пробы щебня и песка. Проводят комплекс испытаний. Прочность, морозостойкость, истираемость. Чем крепче материал, тем долговечнее будет слой. Отсеял песок от сей недобросовестного поставщика. В основном у нас уже на рынке остались поставщики те, с которыми мы работаем уже не первый год. То есть они знают, что у нас очень высокие требования к качеству материалов. И поэтому они стараются, соответственно, чтобы нам угодить. Потому что если эта лаборатория высокой кухни ингредиенты отвергнет, уже не получится продать их дорожникам. А если последние все же не побрезгуют недобросовестным поставщиком, им напомнят, что проверяют и готовое блюдо тоже. Всегда, когда стелят новый асфальт, вы задаетесь вопросом, кто ворует квадратики свежего асфальта. Никто не ворует. Вот фрагмент такой вырубки, их привозят сюда в лабораторию. И на них, вот на этом материале проверяют водопроницаемость, водонасыщаемость и плотность, то есть качество. У нас есть пример, например, в городе Рубцовске, когда подрядчик переделывал тротуар. Есть в городе Барнауле то же самое, когда лаборатория выезжала, выдавала заключение о несоответствии тех вырубок, которые были сделаны. Они за свой счет это все переделывают. А чтобы не переделывать, подрядчики могут использовать рецепты от лаборатории. Местные повара много экспериментируют с составами. Для нашего региона главная сложность – резкие переходы через ноль. Ну и об этой проблеме тут пекутся. Андрей Дрейер, Николай Шелко. День с толком.